здрасте привет откуда будет украина я из россии ясная страна ну согласен о чем беседуете не о чем вообще любуйтесь на сиськи боже упаси еще дел не знаю тут либо на сиськи смотреть либо беседовать попробуем на сиськи посмотреть не не надо да давайте сейчас все же одно обсуждают константиновку что что константиновку сейчас все обсуждают кто все все сообщество константиновку вы не в курсе вчера в константиновке слышали что было 20 трупов и знаю это хорошо не зачем ваши это сделали у вас есть какая-то мысль это хорошо или плохо ну то что вы убиваете людей в донецкой области это плохо а зачем вы дан вас бомбили 8 год кто-то 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 кто бомбил донбасс кто вы сказали вы вы это кто а откуда прилетал с какой стороны со стороны украины есть этому подтверждение конечно люди на местах для ли туда туда прилетала специально научные люди нет просто люди которые там живут а чаш раньше не прилетала раньше потому что был мир у вас стране вот пока вас не было был мир нет до майдана у вас был мир после майдана начался после майдана после майдана мы начали дамбить бам бандат ну да буквально через месяц там два просто захотели и начали дамбить не потому что они от вас захотели уйти вам не понравилось дом начали они за период и как только и спросил хотят они не хотят выходить не наоборот кто кто-то не спросил хотят они вот сменить власть или нет и они сказали что им так не нравится жить в такой стране где мне спрашивают а сейчас херсон не хотят спрашивать кого-то чего-то сразу и проводят выборы перевыборы это есть запорожье и прочее спросить референдум это как раз и есть задать вопрос вы как раз в референдум не провели сменили власть мэры референдум провели 30 лет назад этого было достаточно так твое референдум о чем провели о чем референдум 30 лет назад их рендум пробьем ну о чем о чем референдум за гугли узнаешь не я-то знаю вы мне скажите посмотри прочитаем все раз если знаешь значит что знаешь ну а независимости украины вы провели референдум ну так а причем здесь смена власти территории воли изъявления проявили да чё его независимая страна была мы никуда не перлись там местные все сделали мы не к вообще не перлись а местные сделали у вас януковича кто снял вот эти местные кто эти местные можно сказать по фамилии по фамилии все кто там жил там сколько шесть миллион миллион царю кто-то пушилин кто шесть с половиной миллиона людей песни к сказочки почему референдум посмотрите видео в интернете такой референдум о чем мы говорим ты откуда вообще москва я сказал ты откуда москва ну тебе москве виднее что происходит вовне и макеевки или где вам из киева хорошо видно чем макеевки ну как-то ближе происходит нам как-то ближе а чё в вашем мухосранске происходит нам неверно у нас мухосранск то есть у нас занимающая страна у вас развивающиеся я смотрю по твоему ковру от дедушки что зале у тебя висит от бабушки у вас вообще ничего нету еще вообще непонятно что бомж интересный у него про бабушки и прадедушки такой самый был такой был самый у моей бабушки тоже такой был такой на тебя до сих пор висит это все штуки есть не у меня много что есть тапочки еще от бабушки есть тапочки от бабушки бережешь конечно я в них хожу калоши есть резиновые знаете такие навальн а зачем тебе калоши зачем мне калоши зимой валенки и калоши пошел гулять в москве у нас есть парке вообще-то в москве что по паркам гуляешь в калошах конечно чтобы не по не намочить чтобы ничего в калошах и валенках по москве да но не в москве папа лишь москве по московскому парку гуляешь валенках и калошах до дача чтобы не намокнуть а чем не в кроссовках по снегу то есть все нормально ты считаешь а теперь вот это вот а теперь вот это вот ауру с ними и давай начнем сначала поехали вы откуда тебя как зовут захар 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 я серёжа и серёжа тоже тебя захар точно да не не точно надо вот захар ну захар прекрасное хорошее имя захар немножечко вот так вот твой дед баба откуда бабушка родила из урала и дед дед среди садится дед срезание они из поколения в поколение там где-то жили обитали правильно ну кстати я про вот где они не знаю я знаю что у них в семье восемь и семь детей было бабушку вот нураль владеет врезаем а чё перед ними было не знаю где их родить много детей это нормально вот смотри мы можем сейчас общаться как бы без 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 похабщины а я чё похабщину хотят сказал мы начали нехороших не я вообще ничего не прикалывался я по факту вам все сказал я ничего еще не надо не прикалывался по факту по факту я ничего не воспринимал этот летел рикошетом почему вот вы не воспринимаете правда потом у вас такие дела в стране стоп 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 правду правду какая у каждого правду своя у меня вот вы и про бабушки про своя правда не нему твои есть у твоей у твои восьмой сестры своя правда у каждого человека своя правда есть истина помимо правда есть истина допустим стоп еще раз говорю такое слово стоп ты хочешь поговорить про какие-то нормативы политические или политические какие-то нормативы или и про что ну вообще я хотел вообще про константиновку у вас узнать по констахи долбанули ваши позавчера уже все сказали уже даже не даже не сказал что это прилетело с запада как она запада прилетит танкан стаху бомбят ваши постоянно это это прилетела ракета во первых это лакета харм которых у нас нету у нас нету Casa во вторых она прилетела западов виде видео же есть с какую за куда запад у вас много западов у нас вот один за что восколько западов Society compas вот компаса если взять и вот запад и вот запад А то он только на западе есть И ракета прилетела с запада От Константиновки А там Дружковка, а там наших нет Еще раз спрашиваю, ты где живешь? Еще раз отвечаю Я из Москвы Третий раз, кстати И ты там все видишь Откуда еще прилетает? Видео для чего существует? Видео для чего существует? Какими источниками пользуешься? Видео Источниками Которые вот видео Источники Ру Почему? Это украинская камера Алло, в чем есть Ру? Это украинская камера, которая висит на улице Она снимала И ее запись выкинули в интернет Это же украинская камера Это же не наш дрон летал Не наши какие-то там разведчики Это камера Украинская Висит на улице Сняла и дрон прилет И 8 лет мы бомбили бомбас 8 лет вы, да Бомбили Смотрите А тут очень логически Кстати, у нас тут где-то лес рядом И тут Бандера ходит Не, Бандера уже умер давно Не придумывай А не, вот он ходит живой Вот он ходит еще и за его наградом Это вы не ту горелку выпили Вам надо нормальную покупать в магазине Не паленую Попейте нормальную гагу Он нам пропадет сразу Вот видишь, смотри Ты там Про одну Я тебе пробовал Вталдущик Другую тему На другую тему ты не повелся Ты опять Кто кого бомбит, да? А вы хотите про Бандеру поговорить? Не хочу Про что? Давайте Ну, давайте про что вы хотели Ты пишешь это все? Конечно Сижу У меня ручка вот есть Видео пишешь? И аудио, и видео Все пишу Пишешь видео, аудио? Пишу аудио, видео И зарисовываю еще чуть-чуть иногда Потом где-то выкидаешь это все? Не, потом сижу Ложусь спать и пересматриваю Захар Да? Оно тебе надо? Оно это что? Не хочешь пойти повоевать? Хочешь пойти повоевать? А что, вас там некому убивать? Еще надо подойти? Нам вас не хватает Не хватает? Там у нас в резерве еще 200 тысяч Вас нам не хватает Я говорю, там у нас 200 тысяч еще в резерве Так что вы еще пока Что вам там не хватает? Ну да, Шойгу вчера еще 200 тысяч Приказал Отправить Вот тех 500 тысяч уже Не хватило 500 тысяч нету уже? Кончились А где их похоронили? На кладбище под Киевом, да? А посмотрите, где ваших вагнеровцев хоронят Вагнеров давно уже нету на фронте Чего? Вагнеров давно на фронте уже нету Да Они уже ушли в мае Они уже ушли в мае Их там, они уже не участвуют в СВО А ты что? Да? Вы что, не в курсе? Они взяли Бахмут Взяли Бахмут и ушли И все И больше их на СВО сейчас нету Часть в Белоруссии, часть в Африке Остальные разошлись Пошли кто-то в МО А кто-то там сейчас воюет тогда? Вот вопрос Если вы всех убили Кто-то там воюет, интересно? Может, мертвецы? Поднимите, чмобики остались Чмобики? Что такое чмобики? Ну, это удобрение Удобрение А у вас удобрение служит? У нас не служат А что делать? Умирают? Ну, это я знаю, что у вас умирают А не служат Вашими удобряют К сожалению Нашими удобряют Что вы там у себя удобряете? Вы даже ничего еще не взяли Что вы удобряете? Это нас Ничего Вы уже Киев за три дня взяли Ваш генерал украинский сказал, что мы можем за 12 часов взять Взяли? Нет, он сказал, что мы можем Нам пока не надо Ну, если вы такие великие Че вы второй год Так это не мы великие Это ваш генерал украинский сказал Ваш генерал Че вы такие вот Не можете взять Украину? А вы переживаете, что мы до сих пор не взяли? Возьмем Че у вас там полляма полегло И ничего не можете сделать? Полляма полегло уже, да? А сколько всего было? Не вспомните? Если вы еще в союзе с украинцами не смогли взять Афган 13-15 тысяч А мы брали Афган? Мы ходили брать Афган? Че вы сейчас Украину с полулямом погибших не можете взять? А вот всего сколько у нас было? Если у нас полляма погибших, сколько всего было? Зачем вы вообще в Украину пошли? Потому что вас надо было успокоить Зачем вы не свою прародину пошли? На какую родину? На прародину свою пошли Зачем? На прародину Так а не, мы пошли, чтобы у вас власть вашу, нацистскую, угомонить А, фашистов? Нацистов Нацистов? Чтоб не орали москаляку-ногиляку Чтоб не орали Украина понадусе Вот это, чтоб не орали Москаляку-ногиляку вообще очень вот интересно было Вот чтоб вот этого не орали Какое ваше дело? Какое ваше дело? Кто-то что орёт? Так нет, если бы вы не орали бы про нас Нам было бы всё равно Вы же нас хотите на гиляку? Вы же нас хотите? А нам не нравится такое Мы говорили коммуняку-ногиляку Нет, москаляку-ногиляку Прям нам на майданчике прыгали, скакали Да, а москаляку тоже Вот, а что тогда теперь от нас хотите? Вы хотели нас повесить А Украина понадусе, это что такое? Украина понадусе Ну, что значит понадусе? Сначала Украина Так Ну, переведите Переведите Понадусе Превыше Всего Правильно? Естественно Вот Превыше всего То есть вы Всех остальных Принижаетесь На все любят свою родину Свою Украину Свою землю Свои сними Свои Да Можете любить Свои Значит, что остальных надо опускать Нельзя остальных А вас не опускали Как? Папа на дусе То есть вы превыше всех То есть все остальные внизу Вы себя поднимаете В это и есть нацизм А у вас что? Жаба давит? У нас ничего не дает То, чего поперли? Нет, просто нет Мы-то вообще поперли По двум договорам Каким? С ЛНР Договорам У нас два Что? Договора с ЛНР О дружбе Сотрудничестве И взаимопомощи В том числе В военной форуме Может возьмем еще Будапештский? Давайте возьмем Давайте потрогаем И что там? Гарантии Где ваши? Он на эту торганность Украины Это в какой? Где там написано? Где там гарантия? Возьмем Третью, восьмую статью Третью, восьмую статью? В Будапештском Нумерандуме? Гарантии безопасности Подождите, секунду Мы третью и восьмую Возьмем статью? Мы возьмем вообще все Нет, мы третью и восьмую Возьмем? Просто у меня вопрос Их там всего шесть Как мы восьмую будем брать? Значит шестую А, значит шестую Ну то есть вас выдумлены Я смотрю шикарно Давайте прочитаем И третью, и восьмую Давайте вместе Хотите? Почитаем? Можете все прочитать Будапештский Те или какую-то особую Читаем? Где ваши гарантии? Там нет гарантии нигде Какую читать? Или все читать? Какая вам нравится? Вы как скажете Все, как вот вы считаете Я готов Или берите Читайте ту, которая вам не нравится Меня все здесь устраивают Все, все здесь Ну читайте любые Читайте любые Ну давайте Российская Федерация Ну Великобритания США Подтверждают Украине Своё обязательство В соответствии с принципием Заключительного акта СБСЕ Уважать независимость Суверенитета Существующей границей Украины Мы уважаем Вот Ну мы уважаем Где мы? Хорошо вы уважили Уважили Хорошо Где мы не уважаем? Границы? Да, мы же уважаем Мы вашу границу уважаем Поэтому перешли границу Не, мы перешли по двум договорам По этому договору Вы перешли границу из уважения? Не, мы пришли границу по тем договорам Они перекрывают этот договор Те два перекрывают этот Вот этот вот договор Будапештский Вы перешли границу из глубокого уважения? Так мы уважаем Но мы обязаны перейти эти границы Потому что у нас там два договора Они более важны Мы границу-то уважаем, но пересекаем, потому что вы нарушаете другое. Следующую статью читаю. То есть мы уважаем, мы как бы не проявляли неуважение. Следующую статью читаю. Следующая. РФ, США и Великобритания подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины. И что никак их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с уставом образования объединенных наций. Все. Что, все? То есть вы сейчас, находясь на территории Украины, вы самообороняетесь, правильно? Каким-либо иным образом в соответствии с уставом ООН. Устав ООН как раз таки подразумевает... Вы самообороняетесь сейчас, да? Конечно. Ну, самообороняемся. Вы напали на наших союзников. Вы самообороняетесь. Естественно, вы напали на наших союзников. Равно нападение на Россию. Соответственно, Россия обороняется. А каких союзников мы напали? ЛНР, ДНР. Мы напали? Конечно. 21, 22 февраля, 23 февраля. А может, в 14-м мы на них напали? Ну, в 14-м они не наши союзники были. Как это не ваши? В 14-м это были ЛНР, ДНР, независимые... В 14-м году это были ЛНР и ДНР, да? Они прогласили себя независимыми, да. А когда они себя в связи с чем прогласили? В связи с референдумом. Кто провел референдум? Ну, кто-то местные люди. Кто там живет? Кто был недоволен? Местные люди? Конечно. После того, как туда вели войска? После того, как вы туда направили... Сначала вы отняли у них президента. Они с этим не согласились. Сказали, что мы в стране, где нас не учитывают, жить не хотим. Вы направили войска, и тогда они отсоединились. То бишь, направив ваш контингент... Какой наш? В Крым, направив российский контингент в Донбасс. И под дулами автоматов проведя референдум. Нет такого. Это был демократический референдум, да, вы хотите сказать? Не было там дулов автоматов. Не было. Показать вам видео, допустим, из Мариуполя, где голосование было. Показать хотите? С драм-театра начнем. А что в драм-театре в 2014 году что там было? С драм-театра начни видео, где все дети находились и которых разбомбили. В 2014 году разбомбили драм-театр? Нет, в 2022. А, в 2022-м, так это азовцы разбомбили. Азовцы разбомбили? Конечно. Конечно. Есть показания людей из Мариуполя. Да. Да. С мирно летящего российского самолета упала мирно летящая 500-килограммовая бомба и разбомбила мирно стоящий драм-театр, да? Не надо его показывать. Не надо. Убери эту видеопостановку. Проехал дальше. Это мариупольцы. Убери эту видеопостановку, дружи. Это вот интервью у мариупольцев берет просто обычный гражданин, причем Америки. А эти мариупольцы кто? Жители Мариуполя, как и вы, житель Киева. Ага, засланные казачки эти, мариупольцы. Да вы что? Расскажите этим засланным казачкам, как они своих людей, родных, хоронили из-за вас. А что такой герой? Сколько? Ты же призывного возраста. Что ты не выявишь? 47 призывной. Это у вас 60 призывной. У нас до 40. Да. Да? Я рядовой. До 40? Что до 45? Ну, рядовые до 45, я 47. А, диванные войска, да. Диванные, кресельные, у меня кресло, у меня диван. Диванные войска. Кресельные войска. А что вы соскочили с Мариуполя-то, что-то неудобно, да, там как-то получилось? Неудобно, да? А ты где сейчас не куришься? На кресле. Хорошо сидишь? Да, удобно. Кресло за 12 тысяч рублей. Деревянных. Рубленных. Деревянных? А гривны они у вас какие? Золотые? А вот гривну брали раньше, рубили на части, вот отрубили от гривны кусочек, назывался рубль. От гривны отрубили кусочек, назывался рубль? Да, рубленый. Рубленная гривна. Рубленная гривна. А гривна, кстати, какая была, чья? Серебряная, киевская. А была псковская еще гривна? Ну, подорожали. Подорожали? Ну, я к тому, что не украинская эта валюта, не украинская. Не украинская. Нет, не украинская. Московская. Нет, российская. Была Русь, даже... Русь. Это... А Русь где была? Псковская. Где была вообще Русь? Русь вообще, где была? В Руси. Где была Русь? Русь это и есть. Как она могла где-то быть? А где была Русь? Где была Русь? Где она территориально была? Много где. Где сейчас что-то? К чему это отнесено? Ну, Русь, ты же знаешь. Русь была Ладога, Новгород Великий, Киев, Ростов. Русь это киевская, черниговская, переастовская территория. Да вы что? Раньше. А князья вот это вот какие были? На Руси какие князья были? О, их там до черта было. До черта? Ну, у них как род назывался? Род у них как назывался? Они же одного рода, по-моему, были, да? Не, все разные. Все разные? То есть у них не было династии, да, никакой? По национальности никакой идентификации не было. Не, я имею в виду род, род. Папа, потом дети пошли, вот у них один род вот этот, семейный. Как они были? С какого они рода были? Не помните, да? Ой, они что там все друг с другом воевали. Все друг с другом воевали. У них было такое, в семье воевали, да. Но у них род-то семейный какой был? Не помните? Непонятный. Непонятный? Непонятный. Непонятный. А потом после них появились Романовы, это украинцы какие-то, Романовы, да? Была династия Романовых потом, ну, после тех, которых вы не видели. Я не знаю, кто это. Не знаете такие Романовы, не знаете? Нет. Иван Грозный, знаете такого? Иван Грозный, слышали когда-нибудь? Ну, какой-то местный царек там был, так. Местный царек, как раз Руси он был, как раз. Царек Руси, правильно? Не, она была, она была так где-то там, был какой-то такой. На каких болотах? Ну, где-то в районе, в московском районе. А почему он был царь всея Руси? Макшанском, Макшанском. Царь всея Руси, почему у него титул был? Это он сам себе, да, придумал? Сам себе придумал, да? Ну, это вы сейчас такое придумали, а раньше-то этого он сам этого не знал. То, что ты сейчас говоришь, он этого раньше сам не знал. Есть документы, где к нему обращаются оттуда из Европы. Царь всея Руси и там еще княжество перечисляются. Ну, бумага все стерпит. Чего бы хотел, то и придумал. А, ну я говорю, все придумали и все его поддержали, да, его идея? Все в Европе таки, ладно, пусть так называется. То все, то все. Руси из Европы присылали документы. Это Европа, о чем ты говоришь, боже ты мой. Сам придумал. А, он сам себе придумал. А, дворяне всякие... А украины кто тогда руководил? Украины. Гошкин носили, поддержали. Смотрите, он придумал себе, а украинцы что-нибудь придумали себе тогда? Кто украина руководил? Придумали себе кто-нибудь там титул какой-нибудь? Царь всея Украина был? Царь? Нет, тут царей не было. Царей не было. Ну, а кто был? Кто вот, всея Украина, кто там был? Ну, кого выбрали, тот и был. Ну, а что у вас по истории у вас? Двойка, что ли, не помните? Там не выбирали всю жизнь. Ну, выбирали. То есть у вас были выборы, референдумы, да, тогда были? В тысячи каких-то годах. А, у вас там была... А, демократическая была страна, республика, да, какая-то была? Всю жизнь. Всю жизнь была республика. В 800-е годы, да? Выбирали, выбирали, выбирали. Выбирали лучшего, выбирали лучшего и... Ну, хотя бы одного, вспомните хотя бы одного, кого там, кого выбрали. Не вспомните? Ну, зачем? Ну, достаточно выбрать вот у нас... Зеленский, да? Достаточно Зеленский. В основном, ведьмонад был. Ведьмонад это полководец? Нет, именно правитель нужен. Всегда выбирали лучшего. Лучшего из лучших, я так понимаю. Да, и его ставили во главе всегда. Во главе? Руси. То есть демократический путь, как бы, выборный, он всегда был, существовал и остается существовать. То есть всегда, в Украине всегда был, и вот это вот, выборы всегда были, да? Ну, как бы, да. Ага. Ну, хоть одного вы можете вспомнить? Хрущев был. Богдан Хмельницкий. Хрущев? Зачем? Вот, возьми Богдан Хмельницкий. Прекрасный был. Богдан Хмельницкий, это кто? Князь был, или царь, или кто? Гетьман. Гетьман. Гетьман, это полководец. Это полководец. У него была армия, он был полководцем. А территория-то какая? Изначально он-то был не полководцем, изначально он-то был тем... Генсеком? Ну, скажем так, сельской головою. Сельской головою был. То есть у него было село, он был там главный, председатель. Ну, как главный? Ну, вроде председателя, да. Председатель... Председатель колхоза, скажем так. Председатель колхоза был, ага. Слушайте, а вот в 1686 году русское царство купило... Какое? В 1686-й. Русское царство купило себе Киев. У поляков. Ну, у Речи Посполитой. А как вот, смотрите, вот. Речь Посполитая, у них был Киев. Купило русское царство. А где в этот момент была Украина, что Киев был не у них? Ну, тут осмотреть уже по истории, кто кого где одолел. Кто где кого одолел. А куда вы убежали из Киева? Почему вы отдавали Киев? Ну, в тех-то годах уже Хмельского-то не было. Уже не было Хмельского. А где была тогда столица Украины? Потому что Киев был не украинский, он был Речи Посполитой. А столица была? Была ли в тех годах такое вообще понятие, как столица? А Киевская Русь это что такое? Причем тут Русь? При Руси вообще столица не существовала. А что такое название Киевская Русь? Это что, ну как, что это? Почему Киевская Русь? Где князь сидел, там и, наверное, и была по сегодняшним меркам столица. А в те времена понятия такого, как столица, не существовало. Ну, князь сидел где-то, да? Ну, главный, главный где-то князь сидел в Киеве. Он где сидел? Да вот, а где, когда вот у Речи Посполитой был Киев, где сидел князь украинский? В каком городе? Где была вот, ну типа как столица, но вот где сидел князь украинский? Если была Речь Посполитой, то какой мог быть украинский князь? Тогда Украины не было, получается, да, в 376-м? Ну, оккупация была под поляками. Была оккупация под поляками? Потом оккупация под Москвой. Так. Приходили всякие тут топтались. Ну, дело-то такое. И когда вы из-под оккупации вылезли из Подмосковии, как вы говорите? Да всю жизнь пытались вылезть. Не понял. Вы всю жизнь выбирали кого-то там. У вас всегда кого-то выбирают. Теперь вы были под оккупацией. Как выбирали под оккупацией? В принципе, наверное, вся эта территория, через которую проходили все народы и все нации, всю жизнь. Все тысячи лет, наверное, через эту территорию ходили туда-сюда. А выбирали-то вы кого-то? Там все ходили, вас не было. Но вы кого-то выбирали. А куда вы выбирали? Мы жили-то люди. Ты стажил это? Жили-то люди одни и те же. Так. Жили люди одни и те же. Независимо от того, какая власть пришла. Да. Власть пришла, допустим, Речи Посполитая была. Вы кого-то выбрали. А кого вы выбрали? Вы выбрали кого? И при Речи Посполитой тоже жили, хорошо жили. Так жили у вас кто правитель был? Кто-то из Речи Посполитой или свой? Вы же сказали, что вы кого-то выбирали всегда. Они менялись. Они менялись периодически. Они же свои ставили и местных ставили. А вы выбирали кого? Местных или тех? Подожди. Ты как-то вот заполитизировал все по сегодняшней мере. Просто вы так сказали, я просто не понял, как. Я хочу понять, как. Вот я тебе можно отведу в сторону? Уже пойдем все отсюда. Тут неинтересно, но пойдемте в сторону. Тут я понял, неинтересно. Вот смотри. Ну, такой исторический, например, пример. Вот тут вот. Сейчас я нахожусь на одной местности интересной. Я вижу очень интересную местность. Неважно. Ну, ты ничего не видишь, но суть не в том. Я понял. Вот. В 41-й год, допустим, да, зашли там немцы, немецкая армия прошла. Эту территорию пошла дальше, там на восток. Что на этой территории осталось после того, как прошли передовые войска? Осталось два немца, которые руководят целой областью. Томя, тремя, максимум. То есть, называемый, так сказать, бургомистр. И к нему приставлено там 3-5 человек помощников немцев. Ну, тут на территории, что остается та же самая, по сути, власть, что есть. Ну, плюс по лесам сидят, прячутся партизаны. Шрут партийные харчи, периодически там водку. Водку по-любому. Остатки запасов. То, что им там партия выделила. Через полгода, когда НЗ закончилась, что получается? Вылазят они из своих нор и начинают заниматься грабежами. Хотя немцев тут нет. А, нету немцев? Немцы ушли на восток давно. А тыловые они не оставляли, да? В тылу частей никаких не создавали? Так, прям из Берлина гоняют? Не, ну, местную, как бы, там, самоуправление, местную полицию, как бы, да. Не, а БК как они тягают? Из Берлина вот прям сюда, да, за Киев гоняли вот так вот? То есть, не создавали ни тыловые склады? Ну, не на Киев. На линию фронта, скажем так. Где была линия фронта, туда и тянули. То есть, из Берлина и туда гоняют каждый раз утром. На линию фронта. Снали, из Берлини и погнали. А, понял. А вот, скажем так, территорию, через которую прошли, линия фронта, через которую прошла, влазят эти партизаны и начинают чем заниматься? Грабежом. Простых людей, да? Простых людей. Потому что люди их не любят. Ага, люди их не любят. Но люди... А немцев они любили люди? Люди немцев любят, а партизан не любят? Так же было? Понимаешь? Конечно. Немцы прошли транзитом. То есть, никого не трогали, просто проехали мимо? Немцы никого не трогали, кстати, да. Кстати, да. Вот тут ты такую фразу сказал. Немцы, кстати, никого не трогали. Я звучил историю, конечно. Я знаю, они просто проехали. Первое время вот такое было. Но потом повылазили там некоторые партизаны и начали что? Грабить людей. То там корову украдут на мясо, то там девочку какую-то там трахнут. Да, ну удовольствие. Народ возмущается, говорит, что за херня? Так. Ну, то там вылезли где-то там, как Зоя Кавсов-Демьянская, спалили хату, где там немца стояли. О, нехорошая какая, да? Ну, дом-то в доме же и дети были, там и люди были, всех сожгли. На хера нам такие партизаны ебаные? То есть немцы жили вместе с детьми и с людьми в одных хатах? Вместе, да? И она их спалила все. Если были, то жили. Ага, и она их все спалила. В общем, в этом случае, я помню, бабушка рассказывала, что шоколад мы дети увидели только в первые жизни от немцев. А, от немцев шоколад угостили? Да. О, какие хорошие. До этого мы вообще, говорит, не знали, что это такое вообще. Не знали, что такое шоколад. Это в какой области было? Это вовсе Украина. Ну, Львовская, Киевская или дальше, или восточная? В этом случае немцы, говорит, были вежливые, культурные люди. И разговаривали на немецком, да? Никогда не занимались грабежами, никогда не занимались волтованием, изнасилованием, таких вещей не было. Никогда, ничего не отнимали. И никого ни в рабство не сгоняли, ни убивали, ни расстреливали даже. Такого, говорит, не было. В основном у них претензии были, вот, они искали коммунистов и евреев. А, коммунистов и евреев. Но коммунистов и евреев, если находили, все-таки что-то делали? Или... Ну, заядлых, да, заядлых. Что делали, что делали? Ну, вот этих, которые... Тех коммуняк, которые... Голодомор, который устроили? Которые расстреливали, в основном, то... Которые устраивали безобразие на мирной территории. Ага. Тех они и выискивали. То есть они вступались за мирных, да? И... Как бы да. А, и коммунистов расстреливали, я понял. Чисто потому, что они мирных обижают? Ага, так. И транзитом они прошли, и что? Ну, я же говорю, повылазили потом некоторые партизаны и начали бузу строить, что им надо жрать. Начали грабить местное население, партизаны местные. Так. Ну, население ополчилось против этих местных партизан. А, и вместе с немцами начали их, короче, гонять. Доктором такие партизаны, которые режут наших коров и насилуют наших девочек. Я понял, да. Так, и что они сделали? Повылазили через полгода из лесов своих и начали насиловать девочек и грабить... И коров есть, я понял, и дальше ничего случилось. Это я понял, и что дальше? Ну, зачем они такие партизаны, которые борются с нами же? Так. И что они сделали? Не борются. Так что их? Нахер они нам нужны. Так а что народ сделал? Да сами их вырезали, потихоньку. А, народ повырезал партизанам. Ну, как партизанам? Партиячейки. Партиячейки, я понял. Лесные. Так. А потом, когда обратно немцы пошли, что там начало происходить? Что рассказывали? Потом же обратно все пошло? Партиячейка вернулась? Как обратно пошли? Это все очень сложно. Ну, через три года потом обратно пошли. Погнали же. Ты знаешь, тут я тебе даже в одном разговоре все не расскажу. Тут целую книжку можно написать и рассказать. Четыре тома, я думаю, даже можно накатать. О том, как наши... Ну, как наши. Наши, не наши. Советские. Советские. Давайте будем говорить советские. Как советские чекисты забирали детей. Как чекисты. Куда? Двойные стандарты. А куда забирали? Двойное отношение. Как... Не любили у нас никогда чекистов. Вот этих вот... Не любили коммунистов. Не любили... А чекисты вас любили? А чекисты вас любили? А кто это такие чека? Ну, вы говорите, что вы не любили чекистов. А чекисты вас любили? Это твари, которые убивали людей. Так нет, вы же сказали, что вы убивали партизан. Вы же убивали партизан. А пришли чекисты и узнали, что партизан кто-то убивал. Наверное, из-за этого. Они путают. Чекисты отродие еще после революции. После революции. Это я понял. Не, мне просто не понятно. Вот смотрите, немцы прошли... НКВД и СМЕРШ, это уже вторая серия. Мне просто интересно. Немцы прошли, ну, все, и шоколадки раздавали, все это. А потом, когда обратно пошла Красная Армия, что там происходило? Вот эти шоколадки раздали. А вот это была выживанная земля. После немцев или после кого? Наши, что когда уходили, то все же уничтожали. А шоколадку кому-то додавали, если все уничтожали? Ну, основные населенные пункты были уничтожены. А сельские, мелкие оставались. Так, ну, я понял. Основные разрушили, это там остались. А потом наши пришли обратно и погнали немцев назад. Они что с шоколадками что-то делали? Отнимали шоколадку или как? Что было-то? Террор был, террор. Террор, жесткий террор. Дети, которые чуть-чуть подросли, их гребли, забирали, гнали на фронт. На фронт? Если было ему 7 лет, то потом ему стало 10, его на фронт в 10 лет. Ну, не 10, а 14, уже готовые войны. Уже 14, забирали уже. Иди вперед, оружие в бою. Да будешь. Да будешь. Ага. Это в 23-м может быть? Что ребенок может добыть? Сколько детей было уничтожено? Боже, аж ты мой. Коммунистами, да? Коммунистами было уничтожено много детей. Ну, собирали детей в основном туда. Детей гнали и под танки, и под все. А, под танки гнали? А смысл? Проблема в людских ресурсах была тогда серьезная. Не хватало людей? Ну, видимо, в советской армии не хватало людей. А, поэтому они детей под танки, чтобы еще меньше было детей. Еще меньше людей, чтобы было. Да нет, просто глобальная мобилизация, всех гнать массу, массу всех гнать массу. А это может из-за того, что война была отечественная? Может из-за этого гнали всех? А может политика была такая дебильная? Политика какая была? Защитить страну любыми методами? Не все методы хороши. Не все методы хороши. Но вот пытались любыми способами спасти всю страну, и это плохо. Надо было, наверное, как Европа отдать немцам. Сейчас бы колбасу баварскую херачили с пивком. А какую страну надо было защитить? Ну, СССР. Коммуниатскую СССР? Советскую. Она была хорошей страной? Конечно. А что в неплохого было? А что в неплохого? Все, там все для людей было. Для людей? Конечно. В Японии уже поезда по 300-500 километров гоняли, а у нас только туалетная бумага появилась. Вот это вот хорошее страна. Вообще-то, русские изобрели электромобиль, если что. Да ты че? Да. Монодорогу изобрели. Автомат. Первый, кстати, в мире ручной. Ранцевый парашют. Радио. Радио? Попов изобрели. Все, что русские изобрели, все было с пизжена Европы. Я думал, из космоса. Тоже возьми автопром. Жигули. Фиат. Волга. Тот же Форд. Победа. Немецкий автопром. Что там еще было? Москвич. Опять же. Опять же автопром. Все пизжен. Ничего своего в честном слизи не было. Ничего нет. Как в космос мы первые полетели? Вообще непонятно. У кого украсть успели? Даже я не понял. Оттуда же. Все оттуда же. Все оттуда же. Посмотрели, как американцы готовятся в космос, сперли и первые полетели. Полетели, но 20 лет перед этим немцы первые запустили. Кого? Ракеты по Великобританию. Ракеты запустили, а мы человека. Все эти ракеты, все эти двигатели, все оттуда. От Германии. Все оттуда. И Гагарин вообще немец, если что. А, и Земля плоская, да. Не-не, а как же космос? А космос... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...